Часов мы даже сами не заметили, как появился забор. Старые все убрали. Чудеса прям. А вот девочка Даша Щеглова зовут. Она здесь была, когда рухнул этот забор на детской площадке. Как это все было, Даша? Скажи. Сначала мы с Сашей гуляли на улице. Потом Саша залез на бой. В этот момент начал шататься забор и кран. Потом он рухнул, и произошло пыльное вдохновение, что мост даже рухнул. Я закрыла глаза и сказала, Саша, бегом бежать. И мы убежали. А забор ты мне говорила, мальчики были рядом с забором. Кто был рядом с забором? Мальчики на заборе были? Да. Один мальчик в черной кухточке, а один мальчик в белой кухточке. И они шатали от моста, вот так толкали, пенали. То есть они могли пострадать, да, если на них забор бы упал? Да. Я понял. Виноваты мальчики. Они у нас силачи, они могут полутонный забор перевернуть. Это они во всем виноваты. Нет. В это время еще зашатался подъемник, и он уронил высокий груз на этот мост. А мальчики быстро убежали и не пострадали. Так, ну про подъемник я не до конца понял, потом расскажешь. Вот. Пойдем, я сейчас подсниму, что здесь поближе и приду. А ты не подходи. Самое страшное, что мы здесь постоянно гуляем с детьми. У Даши есть еще маленький брат и сестра, двойняшки, двухлетний. И братик Макс, он постоянно подбегал отсюда, подбегал вот к этой вот дырке. Потому что здесь большая дыра. Ему было интересно, что там творится, как туда пролезть. Дыра такая осталась дырой, и ребенок туда спокойно может пролезть. Его как магнитом сюда манило. То есть, по сути, это была ловушка, которая могла сработать в любой момент. Но вот сработала она не в тот момент, когда мы здесь были. Слава богу. Если честно, меня эти русские рулетки в Кемерово начинают уже напрягать очень сильно. Мы были с Дашей в Зимней Вишне. Вместо того, чтобы пойти на Осеанс кино, мы поехали домой. А кто-то из тех деток, с которыми мы прыгали на батутах, не поехал домой. Когда этот мост рухнул, тот мост потрескался. Еле-еле стоял на ножках. Ну, потом расскажешь мне, я не до конца понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас. Большая просьба тех, кто обладает юридической грамотностью, может грамотно составлять заявление. Я считаю, что это не должно подрядчику сходить с рук. Потому что мы, если будем прощать строительным большим компаниям такие вещи, то просто закончится, может, трагично. То есть нельзя ждать до того момента, когда кто-то пострадает. И, по возможности, если кто-то может, я предоставлю все, что нужно от меня, зависящее и независящее, чтобы наказать подрядчика. Мне почему-то кажется, что это должно быть не административным наказанием с большим штрафом, а уголовным. Потому что ситуация, на самом деле, в моем понимании, очень опасная. Количество детей, которые здесь могут одновременно играть на таком большом детском комплексе, может достигать ста человек спокойно. Маленькие дети здесь от одного годика бегают просто везде. Везде. Это просто огромный риск. Огромный риск. Это чудо, что просто никакой трагедии не случилось. Они тут бегают везде по всем этим дорожкам. Вдоль всех этих кривых заборов. Я думал, что эти заборы сделаны для безопасности, чтобы дети не могли зайти на строительную площадку. Вон, у них там дырки у этих кривых заборов, что ребенок может пролезть, и они еще падают. Так они сами представляют собой опасный смысл делать этих заборы. А вон дети опять пошли к забору. Опять полезли к нему, смотри, у этого долбаного забора. Спасибо.